Привет-привет! Меня зовут Анна Кафырина, и вы на моём канале YouTube. Здесь я рассказываю о моде, о стиле. Стараюсь делать это так, чтобы всем было легко и понятно, и чтобы все мои советы пригодились вам в жизни. Если у вас есть какие-то свои вопросы, о которых я ещё не успела рассказать в своих видео, пожалуйста, оставляйте их внизу под этим видео, и в своих следующих роликах я обязательно отвечу на все ваши вопросы. В сегодняшнем видео я хочу затронуть тему тренчей, как его выбрать с учётом вашей фигуры, с учётом того, чтобы он защищал от дождя, от снега, от любой непогоды, и чтобы в то же время вы выглядели в нём стильно и здорово. Своё первое знакомство с тренчами я начала пару лет назад, когда начала как раз задумываться о том, как же наодеться в дождь так, чтобы это было стильно, модно, и в то же время я не промокла, потому что для меня очень важно в сырую погоду ощущать комфорт, чтобы не было какой-то сырости, чтобы, ну в общем, ничто не сковывало моих движений, чтобы я не промокала, чтобы ветер не задувал, и чтобы мне было полностью хорошо и удобно. Когда я начала искать одежду, которая удовлетворяла бы всем этим требованиям, я столкнулась с тем, что на самом деле её много. То есть в нашем арсенале есть, помимо тренчей, о которых я сегодня буду говорить, это плащи, накидки, дождевики, какие-то спортивные непромокаемые куртки, и всего этого великое множество фасонов, цветов и всего чего угодно. Но поскольку я минималист в какой-то степени в отношении гардероба, и мне нравится, когда одежда как конструктор подходит и сочетается друг с другом, и её мало. Вот, например, сзади два шкафа, один из них мой, другой мужа. То есть моя одежда на сезон занимает примерно метр места, и ещё несколько полок каких-то аксессуаров или каких-то свитеров и трикотажных кофт, которые не нужно вешать на вешалку. Собственно, это всё. Поэтому гардероб у меня небольшой, но за счёт того, что он весь друг с другом дружит, я имею возможность при небольшом количестве вещей делать очень много разных вариаций и комплектов, что и, собственно, мои клиенты очень любят и часто у меня перенимают. И тренч, он идеально вписывается в эту историю, поэтому я выбрала именно его. Чтобы вы могли выбрать тренч, нужно соблюсти несколько правил. Так вот, например, для девушек, которые миниатюрные, которые где-то ниже 160 сантиметров высотой, лучше выбирать тренч покороче. То есть ваша максимальная длина будет составлять середину бедра и выше. То есть вы можете носить тренч максимальной длины до середины бедра, и чуть-чуть выше, 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 вплоть до коротеньких совсем тренчей, которые длиной до талии. То есть у вас заканчивается поясной ремень, и там буквально 10 сантиметров, и всё. Это вот прям всё, что между этими длинами, будет для вас идеальным вариантом. Более длинные тренчи сделают вас ещё ниже визуально, и скорее вы будете выглядеть в них немножко странновато. Для самых высоких девушек, которые где-то от 180 и выше, и при этом они стройные, им уже подойдут тренчи такие, прям вот как сейчас очень часто висят в магазинах, они прям совсем длинные, в пол. Вот для стройных и худых девушек, и высоких, всё это должно быть в одной девушке сочетаться, для них подойдут самые длинные варианты. 173, 170 даже можно смотреть, и выше девушки. Это тренч плюс-минус ладонь от вашего колена. Это будет идеальная длина для вас, и она будет очень хорошо смотреться. Для девушек, которые как раз от 160 до 170 сантиметров, это такой среднестатистическая девушка, вам подойдёт длина, соответственно, между этими двумя параметрами. То есть от середины бедра длина тренча у вас должна быть до приблизительно колена. Такая длина будет на вас смотреться очень хорошо. Если вы девушка крупная, от 50 размера и больше, обращайте внимание на фасон тренча. Сейчас есть много тренчей, которые сделаны вроде как платье, и нижняя часть его, которая идёт от талии, она похожа на подол юбки солнца. В общем, он расширяется к низу. Такие тренчи вам не подойдут. Выбирайте тренчи более прямого кроя, так как тренчи, раскрешающиеся к низу, сделают вашу нижнюю часть объёмнее и создадут лишние складки на вашем животе, что нежелательно, если вы хотите выглядеть стройнее. Цвет тренча выбирайте в соответствии с вашим цветотипом внешности, чтобы он не контрастировал слишком сильно с вашей кожей лица и чтобы вы в нём выглядели хорошо. Но оптимальными вариантами для девушек средней полосы, среднеевропейской внешности, будут бежевый, синий, чёрный и цвета хаки. Материал тренча может быть совершенно разнообразный от классического габардина, в котором плетение ткани идёт вот так под углом. Это сделано для того, чтобы капли дождя, попадая на ткань, скатывали вниз и тренч максимально долго не промокал. Также может быть хлопок. Сейчас бывают тоненькие совсем хлопчатобумажные тренчи, которые подойдут на совсем летнюю погоду, и они скорее придуманы для того, чтобы создать некий образ красивый, чем от того, чтобы спасти вас от дождя. И также дизайнеры сейчас придумали разнообразные ткани. Они могут быть как просто непромокаемыми, так же и спортивными, которые дышат. То есть ткани, которые как спортивные горнолыжные куртки делают, ткань, которая выводит из себя воздух, но внутрь не пропускает влагу. Но это скорее такая дань моде, чем какая-то практическая история, потому что такой тренч, он хоть и внешне похож на тренч, но тем не менее это всё-таки спортивная такая горнолыжная одежда, но дизайна как для города. Я для себя выбрала тренч классического тёмного-синего цвета фирмы Maxi Spencer. У него как раз такая технология StormVR, которая должна защитить меня от самого страшного дождя. Пока мне не удалось проверить, насколько он работает под ливнем, но маленький моросящий дождь, всё скатывается, ничего не мешает мне, и я чувствую себя вполне комфортно. Ветер он также не пропускает, поэтому когда я ездила в Грецию и там порой в горах дул очень сильный ветер, я чувствовала себя вполне комфортно и удобно в этом тренче. Поэтому советую присмотреться не только на фирму Maxi Spencer, также у Uniqlo. Очень хорошие тренчи. Они сделаны, у них есть разные модели, у них есть из как раз вот такого же материала, который супер от дождя помогает, как они обещают, и тренчи из хлопчатой бумажной ткани, но она такая плотная, что я думаю, ну такой не ливень, но обыкновенный дождь не повредит вам, и вы будете чувствовать себя вполне комфортно. Если вы так же, как и я, мерзлячка, и в дождливую погоду мерзлете, то советую вам приобрести тоненький пуховичок, который вы будете одевать под тренч, и будете чувствовать себя комфортно, уютно и тепло. Такие пуховички сейчас шьют уже все, от любого масса маркета, будь то OG, H&M или какой-то другой бренд, до премиальных Gucci, Chanel, Balenciaga. В общем, все, кому не лень, шьют такие пуховички. Причем вы можете выбрать их в любой длине, от самых коротеньких, которые вы можете надевать под длинную одежду, под короткую одежду, до прям вот таких пальтовых вариантов, которые можно надевать вообще зимой и с платьем, и вы будете чувствовать себя всегда уютно и тепло. Я придерживаюсь такого мнения, что лучше выбирать тренч наиболее классический, который будет стремиться к фасону фирмы Barbary. Такой тренч подойдет абсолютно любой девушке и прослужит вам долгие годы, потому что это классика, которая не выходит из моды и которую можно передавать по наследству. Если у вас уже есть один тренч и душа просит еще какого-то, то выбирайте тренч уже другого цвета, чтобы у вас под разную одежду были разные тренчи, диабетально противоположные. То есть, если, например, у вас есть темный синий тренч, как у меня, то другим тренчом в вашем случае будет бежевый, либо какой-то более легкий уже летний цвет. Это какой-нибудь нежно-салатовый, персиковый, розовый. Смотрите, что вам подходит по колориту. По фасону вы можете выбрать либо более объемный тренч, либо тренч другой длины, либо тренч другого кроя. Сейчас очень много азиатских дизайнеров делают разные тренчи асимметричного дизайна или с различными вставками, будь то джинсовые, кожаные или какие-то другие вставки. И это смотрится очень современно и необычно. Поэтому второй тренч вполне можно выбрать какого-то вау-дизайна и внести такую нотку хулиганства и современности в свой образ. Я надеюсь, мои советы по тому, как выбрать тренч, были вам полезны. Если это так, ставьте палец вверх. Ну а если у вас остались еще какие-то вопросы, оставляйте их внизу в комментариях. И в своем следующем видео я обязательно о них отвечу. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok